Привет! Поговорим о принципе ритма или по-другому повторения. Ритм это принцип дизайна, который ты уже интуитивно знаешь, вот так вот внезапно. Поэтому рассматривать будем сейчас с точки зрения его намеренного использования. Если упрощать, то повторение или ритм означает просто повторное использование одних и тех же или похожих элементов в твоем дизайне, разумеется. И это нужно для того, чтобы поддержать единство и согласованность в дизайне. По сути сам, основные цвета, размеры шрифтов, отступы и прочее повторяются от экрана к экрану. На многих сайтах, так ведь? Мы люди и все мы склонны к тому, чтобы искать закономерности. Этот принцип в целом помогает пользователям быстрее понять способ, с помощью которого информация представлена в приложении или на сайте. И, конечно же, быстрее выучить то, как взаимодействовать с контентом за счет каких-то, опять же, повторяющихся элементов. Поэтому ритм помогает твоему дизайну связно организовать информацию, создать, вот так сказать, некоторое движение или проще путь, по которому пользователь будет идти глазами. Также повторение объединяет все вместе в целое, мы уже это поняли. Учит пользователей взаимодействовать с твоим продуктом и даже помогает предвидеть, так сказать, как все будет работать. А также им еще и помогает чувствовать себя более комфортнее, что ли, так сказать, за счет того, что все предельно понятно, просто и ожидаемо. В целом, ритм возникает, когда какие-либо интервалы, ну, белое пространство между элементами, вот, предсказуемы. То есть, повторяются так же, как и другие свойства элементов по размеру, там, по форме, цвету, шрифту и так далее. Элементов должно быть, ну, хотя бы два или более, чтобы создать, вот, так сказать, ритм. Ну, повторение, само собой. С одним элементом не получится. И такими элементами, ну, могут стать любые элементы, которые подразумевают связанную структуру, по смыслу или функциональности. За примерами далеко не надо ходить. Вот, например, даже вот простой маркированный список. Он содержит повторяющиеся элементы, а именно вот кружки слева от элементов списка. Это помогает быстрее сканировать, ну, список, само собой. Или давай взглянем на вот эти вот кнопки. Что здесь такого? Кто-то скажет, что они красивые, да, ведь вполне такое может быть. А кто-то, может быть, не согласен, да, если мы возьмем пример вот этих кнопок и поставим их на один сайт, в рамках одного сайта. Потому что, ну, это будет уже не согласовано, не будет единства. Потому что банально они имеют разную форму, цвет и прочие свойства. И мне приходится вот угадывать, а вообще, а кнопка ли это? Но, если мы повторно будем использовать один и тот же визуальный стиль, да, вот как здесь, то пользователь будет понимать, что, ну, вот эта кнопка, то есть он будет быстрее понимать, что все это кнопки, на которые можно нажать. То есть взаимодействовать, так сказать, с элементами. Или, например, как с инпутами в этом примере, где, опять же, непонятно, что есть инпут, а что им не является. Но за счет повторения и визуального одинакового стиля, все становится предельно, ну, понятно. Если мы, так сказать, спросим себя, а что насчет вот текста и заголовков? Ну, давай вот, собственно, и посмотрим на эти два примера. И, опять же, ничего не понятно, но, повторяя один и тот же стиль для заголовков, мы создаем повторение ритм или, так сказать, паттерн, другими словами. Ну, потому что наши мозги любят это так же, как и баланс и симметрию. В общем-то, понимая такой банальный, можно сказать, принцип, да, как ритм или повторение, опять же, мы можем нарушать правила. Например, как здесь, дав акцент на какую-то кнопку и изменив ей стиль. Ну, вот здесь в примере, что первичное действие, да, логично, что бросается взгляд сюда, мы это понимаем. Вторичное действие, вот в черновике, это кнопка. Третичное действие, то есть третье по степени важности, это отмена. С точки зрения цветов, да, можно с этим спорить решением, да, то есть можно, например, сказать, что, ну, Руслан, я хочу в черновике более акцентированной сделать, да, скажем так, по цвету кнопкой, а отмену, ну, поскольку, возможно, это какие-то записи, да, растут в черновики, ну, можно догадаться, выдумать что-то, сказать, что это отмена, ну, и это что-то опасное, красное. Да, вполне вероятно, что это может работать именно так, и тут претензий нету, ну, а цвете мы поговорим в другом видео. Что дальше? Давай, собственно, к реальным примерам, что уж тут рассматривать-то, в принципе, смысл общий тебе уже понятен. Зайдем сперва на русский сайт, это у нас видео, и если рассмотреть его, то мы видим, например, что, ну, это логично, интернет-магазин, и тут можно сразу заметить много повторяющихся элементов, ну, на каждой странице, а именно навигация, да, вот если мы посмотрим в две разные категории, то вся шапка, как и навигация, по сути дела, ну, повторяется. То есть логотип, фирменные цвета, типографика, ссылки, картинки, вот это вот все, банальным образом повторяется. А если мы посмотрим, скажем так, на блоки, да, то, например, зайдем в каталог, на другой странице зайдем в каталог, банальным образом мы увидим, что все блоки повторяются, все элементы в них повторяются, чтобы создать то самое единство, согласованность, баланс и так далее. Если мы спустимся вниз главной страницы, да, м-видео, то мы увидим подвал. Он будет идентичен для каждой страницы, это логично. Давай теперь взглянем, собственно, на какие-то вот категории, так сказать. В данном случае я открыл категорию ноутбуки и телевизоры. Что мы здесь видим? Опять же, мы видим некоторый ритм, а именно в том, что здесь повторяются хлебные крошки, такой компонент, ну, мы проходили его в бумажном прототипировании, поэтому, если ты с этим не знаком компонентом, то просто-напросто посмотри видео про бумажное прототипирование. Здесь также повторяется стиль для заголовка категории, здесь небольшая есть информация про количество, видимо, товаров, а именно телевизоров и ноутбуков. Есть подкатегории, либо быстрые фильтры, так сказать, более-менее популярные, это мои предположения, и везде повторяется слева, как видишь, фильтрация. Здесь есть группа чекбоксов по фильтрации по бренду, по категории и так далее, слайдер для фильтрации по цене и так далее. Он, конечно же, от категории к категории будет меняться, в зависимости, понятное дело, от брендов и так далее, но суть общего ты уловил. Создается ритм, создается повторение, создается паттерн поведения, с помощью которого банальным образом взаимодействие улучшается, становится более проще понять и так далее. Мы видим также, что это повторяется в списке, то есть в списке товаров есть какое-то изображение, описание, отзывы, цена, видимо, это рассрочка или кредит, я не знаю, кнопка, призыв к действию, а также добавить для сравнения товара. И то же самое у нас в категории телевизоры. Здесь все предельно понятно, как я уже сказал, ты на своем интуитивном уровне понимаешь, что такое принцип повторения. Посмотрим на другой сайт, пример, Забугорный, так сказать, Амазон. Смотрим на то, как этим правилом пользуется Амазон. И смотри, как повторяются элементы в компоненте карточки. То есть у нас всегда есть какое-то изображение продукта, цена там со скидкой, да, вот 8999, цена до скидки, так сказать, небольшое, опять же, описание и рейтинг продукта. В общем-то, если подняться и рассмотреть весь ряд этих карточек, то они будут идентичны, а если подняться чуть выше, то мы увидим, что заголовок каждой категории, он идентичен. Здесь, опять же, ничего интересного нет. То же самое, если мы перейдем вообще в другую категорию, например, бестселлеры в UX, да, в книгах по UX, то мы увидим немного другую, конечно же, структуру. Это связано, возможно, просто с дизайном, либо исторически. Но ритм, опять же, вырабатывается. Есть позиция, есть изображение продукта, название, автор, рейтинг, издание, это, видимо, для Kindle, электронной книги и цена. Здесь ничего такого интересного нет. Главное, что увидеть этот ритм, так сказать. Перейдем на сайт Apple. Посмотрим, собственно, пока что главную страницу apple.com. Как видишь, здесь то же самое правило используется, как с визуальной точки зрения, да. Если мы проскролим вниз, здесь мы увидим, опять же, тот же стиль для заголовка, тот же слоган. Но и еще, к тому же, с точки зрения взаимодействия есть повтор. Если ты обратишь внимание, то призыва к действию всего два, и они одинаковые, то есть они не меняются. Тебе предлагают, скажем так, узнать больше о продукте или сразу купить его. И это не меняется не только на главной странице, но если мы там зайдем, ну вот у меня уже открыто, на страницу Mac, то мы увидим, да, немного другой дизайн с точки зрения того, что здесь асимметричный, да, скажем так, баланс. Ну вот мы видим акцент на продукте и информация. Но опять же, стиль для заголовка, слоган, призыв к действию не совсем вот прямо уж кардинально меняется. От, соответственно, блока к блоку. И это создает ритм. Опять же, повторяться я буду много. Ну и посмотрим, например, BBC, на котором я открыл уже, скажем так, страницу с новостями и зашел в категорию «Мир». А здесь что мы видим? Опять же, повторение работает здесь именно в списке новостей. Мы тут уже видим знакомый нам мозаичный дизайн, да, точнее мозаичный баланс. То есть у нас некоторые есть карточки, которые, по сути, представляют собой вот какое-то превью новости. Опять же, ну напомню про мозаичный дизайн. Почему это именно так? Потому что каждая новость отдельно имеет одинаковый вес с точки зрения, да, визуальной и смысловой для разной аудитории. И мы видим, как, собственно, принцип повторения работает в этих карточках. Изображение, заголовок, какое-то короткое, небольшое описание, так сказать, время с момента публикации и, соответственно, подкатегория. Более того, скажем так, в этот список карточек дизайнеры внедрили еще и асимметричный баланс в целом, если рассматривать вот этот весь блок. за счет вот банального добавления большой карточки, чтобы акцентировать важную новость, ну, категория. Опять же, привлекая внимание к мировой, так сказать, важной новости по поводу дебатов между Трампом и Байденом. В общем-то, это здесь работает. И давай к выводам. Если мне что-то еще и нужно сказать по поводу ритма и повторения, то я скажу лишь то, что консистентность, единство, последовательность в дизайне – это важно. И чтобы научиться видеть это достаточно, ну, простое дело. Просто смотри по сторонам. Смотри на то, чем ты пользуешься регулярно, какими ресурсами, сайтами, приложениями. А также пробуй замечать повторение и ритм в реальной жизни. Ведь если брать банальное дорожное движение, то свет светофоров – ну, это тоже ритм, где каждый из нас знает цвет и представление о времени, которое остается, чтобы перейти дорогу. А поэтому все действительно так просто. Но опять же, важно, потому что ритм поддерживает вовлеченность аудитории твоего продукта. Повторение укрепляет целостность восприятия информации, ускоряет понимание и использование продукта. Пока.